МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Дела школьные. Глава Чуваши проверил подготовку школ к новому учебному году. Чей пляж на Чуваксарскому пляжу ущет нового хозяина? Смотри на ощупь. В Чебаксарах работает уникальная выставка картин из полимерной глины. Лето и сезон ремонта. Именно летом начинают приводить в порядок дороги, дома и школы. А в этом году сошлись все факторы. И погода хорошая, и средства на ремонт выделяются. А насколько эффективно все это используется, посмотрел глава Чуваши Михаил Игнатьев. Девять первых классов откроются 1 сентября в 56-й школе города Чебаксары. При проектной мощности 825. В этом году здесь будут обучаться 1648 детей. Вторые, четвертые, шестые классы будут учиться во вторую смену. К тому же пришлось переоборудовать помещение под мастерские в учебные классы. А учиться строгать и выжигать по дереву мальчики будут в соседнем со школой помещении. Там сейчас идет ремонт. Полы уже сделали, забетонировали. Демонтажные работы тоже провели. Мусор вывели тут только 6 камазов. Потом стены, канализацию, водопровод, отопление, кровля. Ремонтируется тут полностью. В доме номер 3 по улице Гагарина ремонтируют балконы и фасады. По муниципальной программе развития жилищного строительства и сферы ЖКХ города Чебаксары. На это из городского бюджета выделено 75% стоимости. Остальное доплачивают сами жители в рамках инициативного бюджетирования. А по программе капитального ремонта еще в 2015 году здесь обновили систему отопления. В 2018-м систему электроснабжения, водоснабжения, канализации. На сегодняшний день претензий пока нету, потому что ребята работают очень хорошо. Особенно канализации и холодной воды. Ну, они работают до 12 ночи даже, некоторые дни. Собираемость взносов за капитальный ремонт по городу в целом 84%. В Республиканский фонд капремонта ежегодно поступает более 900 миллионов рублей. По краткосрочному плану 2018 года первоначально было запланировано капитальный ремонт в 252 многоквартирных домах. Проведя аукционы на отбор подрядных организаций на выполнение работ, проведя оценку достоверности смертной стоимости, оценив ситуацию и техническое состояние внутри помещений, экономия получена определенная. Соответственно, на эту экономию дополнительно в этом году запланировали 86 объектов к ремонту. Глава Республики посмотрел и как идет ремонт дороги по улице Гагарина. Асфальт здесь укладывают в два слоя. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на ремонт выделено 55 миллионов рублей. Вот эти технологии, как они показали? Через год, через два? Они более, трещины образования, они более устойчивы. Устойчивы, нет. Все-таки основания усиливают. А если чисто асфальт, асфальт вложит, отраженный трещин, она выходит на следующий год. Всего в Чебоксарах должны отремонтировать 35 улиц и один заездной карман на Богдана Хмельницкого. Это 37,5 километров. Уже завершены работы на 21 объекте. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Валерий Визюков, Республика. Сегодня очередь дошла и до столицы Республики. А в Чебоксарах подвели итоги за первую половину 2018 года. Итоги подвели на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Так что первые цифры тоже о депутатах. За полгода они провели пять заседаний и приняли 36 решений, отметил глава города Евгений Кадышев. Сейчас город реализует ряд федеральных проектов. Пожалуй, самые заметные из них для горожан – это безопасные и качественные дороги. В этом году должны отремонтировать 35 улиц и формирование комфортной городской среды. Здесь акцент сейчас делали на общественных пространствах, за которые жители проголосовали в марте. Подробнее об итогах столицы завтра – в вечернем выпуске программы «Республика». В Чувашии продолжается реализация закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям. В трех районах Чувашии – Алатарском, Красночитайском и Шамуршинском – земли получили все многодетные семьи. К этому показателю стремятся еще пять районов – Канажский, Порецкий, Козловский, Шумерлинский и Яльчикский. Более 90% многодетных семей уже стали владельцами собственных участков. Миндис Чувашии ведет тесную работу с отстающими муниципалитетами. За время действия закона земли получили около 7 тысяч многодетных семей. Из них 311 в этом году. В Чувашии в этом году действует более 10 пляжей и 40 с лишним мест, оборудованных для купания. К ним относится и Новочебоксарский городской пляж. Однако оборудованным его можно назвать с большой натяжкой. Почему жители города-спутника лишены летних радостей – в нашем репортаже. Но Чуваший городской пляж – официально действующий объект, у которого есть хозяин. В 2014 году администрация города заключила договор аренды с предпринимателем, который должен был оборудовать его и далее развивать территорию. Однако, заглянув на пляж на прошлой неделе, глава республики был немало удивлен, не увидев там даже элементарных приспособлений для отдыха. По поручению Михаила Игнатьева, управление контролем общественной безопасности главой Чувашии провело проверку, итоги которой обсудили на совещании. Всего предполагалось по состоянию на июнь 2018 года инвестиций вложить в пляж на 13,31 миллиона рублей. Однако по факту было всего вложено инвестиции на 6,3 миллиона рублей, а на 7, более 7 миллионов рублей инвестиций не было. Кроме того, в момент проверки на Новочебоксарском пляже в 10.30 на спасательно-медицинском посту никого не было. То есть за 4 года практически ничего не сделано, подытожил Михаил Игнатьев. Между тем договор заключен на очень выгодных для предпринимателя условиях. Арендная плата составляет 1 рубль в год. Договор аренды 25 рублей за 25 лет. Он должен миллионы вкладывать, чтобы там и кофе работало, и удобства были, и сполоснуться, где возможно было, переодеться нормально. Там бардак, как стихийный пляж был в Новочебоксарске, так и есть. Но не первый год работал. Какие меры будете принимать? Новочебоксарская администрация намерена расторгнуть договор с предпринимателем и уже направила в его адрес претензию. Параллельно ведется поиск нового инвестора. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Молодые профессионалы. Завтра в Южно-Сахалинске стартует финал национального чемпионата WorldSkills. Чувашию представит 21 участник. Кондитерское, поварское дело, флористика, сантехника и отопление, сетевое и системное администрирование. Наши ребята поборются за призовые места в 10 компетенциях. Национальный чемпионат проходит в шестой раз. В нем участвует более 700 человек из 85 регионов страны. Победители и призеры смогут попасть в расширенный состав национальной сборной. В этом году нашей команде предстоит отстаиваясь честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в 2019-м на мировом чемпионате, который пройдет в Казани. Собери ребенка в школу. В республике стартовала ежегодная благотворительная акция по сбору концтоваров и школьных принадлежностей. В дар можно отдать книжки, тетрадки, портфели, одежду. Все собранные вещи получат семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Пункты сбора открыты в районных и городских центрах социального обслуживания. Акция продлится до сентября. Тактильная выставка чебоксарских художников «Мы живем в мире» отобрана для участия в Международном православном молодежном форуме. Уникальная картина создана специально для незрячих людей. Подробности в нашем следующем репортаже. Выставка «Мы живем в мире» – это 18 картин-борельефов. И все они объединены одной темой. На работах изображены святые и животные. Вот, например, ручной заяц Евронии Муромской сообщает о приближении Петра. Святой Паисий, он прославлен был в Греции. А в России еще о нем мало знали, хотя многие православные стали читать его произведения, духовные поучения. И вот одна из художниц нашей, Юлия Ершова, она так любила святого Паисия, что вот очень даже продвигала. И с той поры, как это житие мы создали, Юля рассказывает о этом святом. Она создавала ей какую-то лекторию о этом святом в нашем музее. Мы думаем, что не только Юля полюбила святого Паисия, но и Паисий ее полюбил. Потому что чудным образом у нас недавно Юля вышла замуж за грека. Можете себе представить, святой Паисий Юля прислал мужа из Греции. Картины сделаны из полимерной глины. Главные герои самые объемные. А вот фон просто прорисован, чтобы не отвлекать на себя внимание. Я не могу сказать, что мне какая-то наибольшая запомнилась. Каждая по-своему интересна. Самое главное, что они доступны незрячим, что можно действительно руками просмотреть эти фигуры. И я считаю, что удачный опыт создания таких картин. Эта выставка передвижная. Она уже побывала во многих школах для слепых детей, музеях, больницах. А юные посетители церковно-исторического музея учатся с помощью этих картин работать со слепыми, быть тифлокомментаторами. Вначале надо рассмотреть картину в целом. То есть пройти по этой картине сверху вниз, как будто бы сканером. Сканер сканирует всю картину. Здесь действие происходит на воде. В воде плывет одно животное. Давай рассмотрим его. У животного есть большое туловище. Огромная пасть. Смотрите, я положила свои руки на ее руки и веду ее руками. Знание всех наших святых и преподобных, я считаю, что дает даже положительный результат в нашем даже лечении. И они тоже умиротворяются, пациенты наши. И тут же они лечатся. В общем, полный комфорт. Проект осуществлен на средствах храма новомучеников и исповедников российских и грант-главы Чувашской республики. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. Отражение быта, настроение, культура – все это народный танец. Именно это направление в танце считается самым сложным. Вот уже 14 лет с ним легко справляется народный ансамбль песни и танца «Пушкарт». Традиционный поклон и занятие начинается. Сейчас воспитанники Малокрачкинской школы оттачивают движение татарского народного танца. Его ребята выучили за два месяца. Каждый из них знает основные элементы танцев разных народов мира. А все потому, что их преподаватель Роза Васильева – фанат танца в лучшем смысле этого слова. Почему мне нравятся народные танцы? Потому что у каждого народа своя культура, свой язык, свои костюмы. Я живу в Чувашии, хочется подробно узнать вот этот чувашский язык, чувашские обряды, чувашские традиции, чтобы наши дети не забывали про своих предков. Роза Васильева преподает народные танцы вот уже 20 лет. Она одновременно руководит танцевальным направлением Малокрачкинской школы. Школа искусств Ядрина ставит номера народному ансамблю песней и танца «Пушкарт». Благодаря ей танцуют все село. Кстати, и сама Роза Калистратовна не отстает от своих учеников и вместе с ними выходит на сцену. Очень нравится мне учиться у Розы Калистратовна. Когда я ухожу на сцену, я очень волнуюсь, но я начинаю улыбаться, и все проходит. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь на сцену, потому что это ему точно пригодится в жизни. Этих ребят знает весь Ядринский район. Ни один праздник не проходит без их участия. Знакомы с юными талантами и в Чувашии, и в России. Участники коллектива часто выступают на различных всероссийских конкурсах и фестивалях. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика. Лучшие наездники страны сразились за кубки и солидный призовой фонд. На ипподроме Чувашского племенного завода имени Василия Чупаева прошли ежегодные конные бега. Кто завоевал главные награды турнира, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Синематограф, арбат, кармелита – всего более 20 лошадей, и среди них немало призеров и чемпионов. У наездников и их питомцев настрой боевой. Все рассчитывают завоевать главные кубки. Призовой фонд турнира превышает 400 тысяч. Подготовить лошадь к забегу – кропотливая работа. Необходимо учесть немало нюансов. Рысаков снаряжают уздой, двухколесным экипажем, защитой для ног и глаз. Те, кто прошел финальные заезды, должны преодолеть более двух километров. У наездников непростая задача. Важно, чтобы лошади не сбавили темпы и не перешли на голоб. Беговые лошади проходят усиленную подготовку. Тренировочные заезды каждый день на большие дистанции. Тренировки не прошли даром. Юрий Яковлев и Гнидая Кубня завоевали малый кубок конного завода. Победителем скачек стала Анна Макарова и жеребец «Вабанк». Бронза и серебро в заездах за чувашскими коневодами. Золотой кубок завода завоевала Диля Галимзянова из Буинска. Ей, жеребцу Лучидору, удалось обойти на последнем круге чемпиона прошлого года фаянса. Конными бегами Диля занимается с юных лет. Этим видом спорта увлекался и отец девушки. Конные бега в Ядрине возродили вместе с племенным заводом. То, что за последние годы сделали инвесторы, называют не иначе, как прорывом. Хозяйство едва не стало банкротом, но его удалось восстановить. Слава о местных рысаках сейчас гремит на всю страну, как это было и раньше. Я считаю, что это здорово. Мы возрождаем лучшие традиции конзавода имени Василия Ивановича Чапаева. Я уверен, что ничто нам не мешает. Это географическое расположение очень выгодное. Сегодня конзавода, федеральная трасса рядом. Я думаю, что все есть для того, чтобы это был праздник для конников всероссийского уровня. Поболеть за наездников приехала глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что интерес к конному спорту в республике повышается. В этом году на трибунах ипподрома негде и яблоко упасть. Всего более 6 тысяч человек. С каждым годом масштабы поднимаются. И все больше и больше наездников к нам приезжают. В 2026 году исполняется столетие конному племенного завода имени Василия Ивановича Чапаева. И мы должны еще многое сделать для того, чтобы имя Василия Ивановича поднималось еще на другой уровень. И имя данного племенного конного завода тоже поднимался на другой уровень. В следующем году здесь проведут уже пятые по счету конные бега. Спортивный праздник обещает стать не менее масштабным. Подготовка к нему уже началась. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова